Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет небольшой видео-влог, в котором я покажу вам свои пустые баночки и в котором будет грибная тема. Мы с мамой недавно ходили, то есть в понедельник мы ходили с ней за грибами. Сам лес я уже не стала снимать, в принципе, мы все в том же месте, что и в прошлый раз. Я вам покажу, там нашла очень красивые мухоморчики, так что вставлю вам видео, покажу. Девочки, смотрите, какой классный мухомор! Самый настоящий прям! Ну, настоящий он обычно красный, вот, а вот этот маленький мухоморчик еще растет. Класс! Красавец прям! А вот теперь и настоящий красненький! Как знаете в мультиках мухоморы, вот он как раз, красивый какой! Да? А также, сколько мы собрали грибов и как моя мама их маринует. Возможно, кому-то будет интересно. Вот мы с мамой погуляли по лесу. Сколько мы гуляем? Часа три, наверное. Часа три, наверное. Без детей, красота! Это подберезовики, у нас их 27 штук. 27 подберезовиков. И вот хочу показать белый гриб. Мне многие писали, что белые грибы тоже есть. Вот у нас, вот, мы вот такие грибы называем белыми. По-другому это боровики, да, они еще по-другому мамы? Боровики! То есть это боровики, ну как правильно их называть боровиками. Но мы все, всегда у нас здесь в Питере называют их белыми грибами. Вот они вот так вот выглядят. Это такой у нас, это тоже белый гриб, но он как-то рос странно. Вот. Маслята, это маховички у нас. Здесь куча сыроежек, волнушек, белой грузди. Тут тоже сыроежки, там горькушки и еще какие-то, я уже не помню. Вот теперь у нас вот такая вот работа. Пока все на работе, мы тоже работаем. И вот мама маринует у нас грибочки, которые мы с ней собрали. Здесь грибы, значит, мы собрали грибы. Здесь рыжики, волнушки, белые грузди. Вот я их отмачивала. Сколько? Два дня. Сегодня второй день. Вот. Потом я эту воду, когда отмачивала, там нужно менять воду три раза в день. Сегодня я слила воду, промыла. Вот, залила снова водой и вот их отваривала. Отваривала, потом, когда они уже стали готовы, добавила туда лавровый лист, душистый перец и черный перец горошком. Соль. Теперь буду добавлять здесь приблизительно около килограмма, так, грибов вареных. Ну, где-то по подсчетам, получается, я кладу две столовые ложки уксуса. Вот, так, немножко помешиваю, чтобы она так распределилась. Вот. Пусть немножечко. Кипятить не даю, потому что уксус быстренько улетучится. Поэтому, вот. Теперь, значит, после этого я складываю стерильные баночки. Вот они у нас стерилизуются. Да, стерилизуются. Закрываю и ставлю в духовку на стерилизацию где-то приблизительно полчаса. Вот. И все. Мы всегда укладываем в такие маленькие баночки, потому что для удобства, чтобы их открыл, положил в салатницу и съели. То есть не было, чтобы такие вот остатки были. Вот. Все. Вот полотнице. Пойдем. И вот мама меня маринует по такой книжке. И это книжка твоего... Получается, моего дедушки. А? Моего дедушки. Нет. Прадеда твоего. Это книжка моего прадедушки. Вот. Видите? 1965 год. Она, правда, уже в таком состоянии. И мама маринует у меня вот по этому рецепту. Грузди соленые, консервированные. Кому интересно, вы поставьте на паузу и прочитайте. И вот продолжение. И вот такие вот красивые баночки у нас получаются. Сейчас здесь соль и уксус. А когда уже будем кушать, когда перекладываем из баночки в мисочку, в салатницу, да, мы добавляем немножко сахарку, чтобы они были такими вкусненькими. А, сахарник варенка. Да. Вот так вот выглядим грибочки. И вот хочу вам показать свои пустые баночки. Все то, что у меня закончилось. В ближайшее время я просто смотрю, у меня ничего не будет заканчиваться. Поэтому сейчас быстренько расскажу. И уже выброшу. Тут у меня со мной спит моя котейка рядышком. Так что хвост иногда будет мешать. Итак, давайте первое, что покажу, это вот такой пробник. Это пудра для умывания от марки Янсен. Водорастворимая пудра для очищения комбинированной кожи. Мне вот этого пробничка хватило на два раза. И мне, кстати, очень-очень она понравилась. Очень хорошо очищает кожу, знаете, прямо до скрипа. Хоть у меня кожа сухая, но при этом она, знаете, не пересушенная, не стянутая, очень здоровская вещь. Я хочу себе приобрести полноразмерную версию. Когда буду делать заказ на фармакосметике, обязательно брошу себе вот эту пудру в корзинку. Очень мне понравилось. То есть одного грамма мне хватило на два раза. Это, мне кажется, супер-супер просто расход. В общем, понравилось. И буду приобретать себе полноразмерку обязательно. Дальше закончилась у меня вот такая мезомаска от Белиты Витекс. Я так понимаю, я ее даже разрезала. Она у меня полностью пустая. Вы знаете, ну вот если я все-таки доеду до магазина с белорусской косметикой, то я обязательно ее приобрету, потому что по мне так она действует как вот корейские патчи, но вот такие недорогие, которые, знаете, до 1000 рублей. Вот у меня были такие патчи, и они дают такое, ну, легкое увлажнение, легкое разглаживание. Вот это примерно тоже та же самая история. То есть ничего сверх вау, но я люблю такие вещи наносить. То есть когда делаю маску на все лицо, под глазки, я наношу вот такую масочку, и мне, в принципе, она понравилась. То есть, ну, сколько она там стоила? 200 с чем-то или 300 с чем-то рублей, в принципе, для такой цены средство неплохо. Но оно, опять же, не будет убирать ни морщины, ни синяки под глазами, ни припухлости. Это просто такое, ну, как бы легкий, такой небольшой эффект, и сильно много от него ожидать не стоит. Дальше у меня закончился вот такой кондиционер, тут написано. Ну, это бальзам для губ от Victoria's Secret. Покупала в какой-то поездке. Ну, такой, кстати, неплохой бальзамчик. Ну, вот, чтобы специально там ехать только за ним. Нет, я не буду, но стоил он, по-моему, кстати, 9 долларов или 9 евро, я уже не помню. Но что-то в этом духе, в принципе, ну, неплохо. Но Carmex мне нравится больше, если честно. Это, ну, такое, ну, хорошо увлажняет губки, но, мне кажется, есть более бюджетные средства вот подобного, с подобным эффектом. Дальше закончилась, точнее, она даже не закончилась, она просто у меня высохла. Это подводка от марки NYX. Я вам ее как-то уже показывала, говорила, что она у меня засыхает. Я пробовала сюда глазные капельки налить, но все равно она высохла, она стала уже комкаться, она уже стала, ну, вообще плохо распределяется, наносится. И, естественно, по итогу я ее выбрасываю. Я не знаю, почему она у меня высохла. Я видела обзоры на YouTube на вот эту подводку и говорили, что она не высыхает. Но вот у меня она засохла. Не знаю, почему, может, я ее плохо закрывала, хотя старалась закрывать плотненько. Но по итогу она высохла. Это, по-моему, называется как-то подводка мусс. Как-то так. Вот. Ну, в общем, не буду больше приобретать. Я расстроилась, что называется. И дальше закончилась. Точнее, она у меня не закончилась. Просто она у меня уже лежит, наверное, больше года от Urban Decay. Вот такая тушь. Это водостойкая тушь. Я вообще не пользуюсь водостойкими тушами. Я не помню. Мне кто-то, по-моему, подарил ее. Она действительно супер водостойкая. Ее не смоешь практически ничем. Просто тушь мне очень понравилась. Делает красивые реснички. У нее вот такая щуточка. И, видите, такие есть мелкие-мелкие-мелкие ворсиночки. Вот. Они очень хорошо делают объем, удлиняют. Очень прикольная тушь. Но для меня минус только в том, что она водостойкая. Потому что я не люблю такие туши использовать. И, ну, в общем, она мне валялась. На самом деле, больше года. Если еще не больше. Может быть, даже года два она у меня лежала. Но я уже думаю, что ей уже совсем плохо. Поэтому я ее выбрасываю. Далее закончилась у меня вот такой спрей от марки Олин. Это полное восстановление волос. Кератин плюс. Без сульфатов и парабенов. Вы знаете, я очень люблю марку Олин. Она мне очень нравится. Из бюджетных, профессиональных марок. Это просто, я не знаю, потрясающая марка. Она делает все то, что заявлено. Здесь она реконструирует сухие поврежденные волосы. В общем, ну, единственное, что если вы переборщите, то волосы будут грязными. И когда я наношу вот это средство, у меня волосы не то, что становятся послушными, а они такие, как неживые, в общем. Не особо мне понравилось это средство. Но мне кажется, у кого прямо сильно поврежденные волосы или девочки-блондинки, вам, наверное, подойдет. Мне не особо. То есть я его повторять не буду. Но, в принципе, работает неплохо. Ну, вот такое. Из-за того, что можно переборщить, из-за того, что он пачкает волосы, из-за того, что они такие неживые становятся. Ну, по мне так, да. Я больше приобретать не буду. И они такие, ну, утяжеленные. Но вот я не особо понравился мне эффект от этого спрейчика. В общем, его я повторять не буду 100%. И последние два средства, которые у меня закончились, это я покупала в Праге. Вот марки Мануфактура шампунь и бальзам. Это пивной шампунь и пивной бальзам у нас. Идет для блеска и жизненной силы волос. Вообще, он еще, говорят, хорошо укрепляет. И, конечно, такой же бальзам, да. У меня еще была маска от этой марки. Мне понравилось. Честно могу признаться, что если у вас где-то есть, эта марка продается, то я рекомендую. Волосы действительно блестящие, гладкие, напитанные. Такие даже увлажненные. Кот у меня тут мешается мне. Вот. И, в принципе, я пользовалась удовольствием. И мне, на самом деле, очень понравилось. Я покупала в Праге, в аэропорту уже там был магазинчик. Но мне понравилось. Но вот специально заказывать я не буду. То есть, хорошо, но не вау. Вот так я скажу. Так что, вот такие вот у меня были пустые баночки. Но из этого всего я, на самом деле, вам рекомендую только вот это. Только вот это средство. Да. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое небольшое видео. Оставляйте свои комментарии, пожелания. Ставьте пальчики вверх, если понравилось. Пальчики вниз, если не понравилось. Всех люблю, целую. И до новых встреч.